Всем привет! С вами Евелина и сегодня я вам расскажу о хранении вещей моей кошки. Хранение вещей будет выходить довольно часто. Ну как часто? Я выпущу 4 видео хранения вещей моей кошки, хранения вещей моих собак, хранения вещей моего пупога и лакомства моих собак. Сейчас я снимаю хранение вещей моей кошки. У моей кошки в основном тут лакомство, целое ящико с лакомствами. И сейчас многие люди будут воздействовать в комментариях, типа ты даешь вредные продукты, ты травишь свою кошку, ты даешь ей слишком много лакомств. Ребят, я даю своей кошке лакомств ту норму, в которой она нуждается. И не нужно указывать мне, сколько ей нужно давать. Ну давайте начнем. И кстати, видео набрало, видео о покупках из Фикс Прайс набрало целую 1400 просмотров, за что я всем вам безумно благодарна. Также есть 3 подписчика, чему я очень-очень-очень рада. Но давайте начнем. И кстати, внизу будет ссылочка на мою страницу ВКонтакте. Много болтовни, давайте приступим. Я вам опять же повторяю, что не нужно писать, что ты травишь свою кошку. Я ей даю норму. Даю я дримисы очень редко, но все же у меня их много. Но давайте начнем. Мими просто в шоке. Это вот такие дримисы с вкусом утки. Наверное, не видно. Просто уже вечер. И свет плохо падает. Дальше с сыром. С лососем. Сейчас попробую. Вот. Более-менее видно. С курицей. И с говядиной. Наверное, не видно. Ну, в общем. И вот новые пачки по 30 грамм. Также покупала у кошки такие витаминки от Доктор Зоу. Со вкусом лосося. Тут 90 таблеток. У нас еще остались таблетки. Но они не видно. Ну, мои кошки, в принципе, нравятся. Но они, ну, и не знаю, улучшают что-нибудь или нет. Но вреда точно не наносят. Дальше это веселый мурмелад. Я знаю, что он очень плохой. Я брала кошки просто. Смотреть, что это такое. Она вообще к нему не притронулась. А вошла стороной. Поэтому не берите. Кошка ваша не будет. Нет, ну некоторые едят. Но моя не стала. Также есть такие, извините. Также есть такие подушечки от фирмы Мянс. Рыбный фестиваль. Пиро-охотника. И мясной карнавал. Я открыла мясной карнавал. Моей кошке понравилось. Но уж, ребят, получше, чем для Дримис. Вот тут у нас с курицей, уткой и индюком, что ли. Не с индюком, а с индейкой. Ну, тоже состав плохой, но иногда можно. Дальше любимые лакомства моей кошки от колбаски. Сначала расскажу про такие. Это у нас колбаски. Active Cat с говядиной и сыром. Состав у них хороший. Покупала в Экспрессе, но они как пластилин. Пахнут они пластилином. Моя кошка кушать не стала. Попробуем состав, что у меня фокусы не работают. Ой. Может, сфокусировать-то нет. В общем, не берите. Также взяла другие. С индейкой и печенью. Они уже не как пластилин, но все равно тоже не очень хорошие. В общем, не берите. В принципе, тип бит. Я не думала, что в Экспрессе такая подстава. Самые любимые колбаски моей кошки это от фирмы Мнямс. У нас осталось с ягненком и индейкой. С кроликом и уткой. И с печенью и говядиной. Она их очень любит. Они довольно-таки мягкие. Но скоро возьму еще раз. Ей нравится так. Дальше это колбаска от Эдель Кэг. Не могу сказать с чем, потому что она придавалась такой палочкой. Но моей кошке понравилось. Я брала таких две. Моей кошке понравилось. Возьму еще. Следующая это колбаска от Стази Фрэнс с курицей. Не знаю такую фирму, но брала. Моей кошке понравилось. Состав я также не могу прочитать, потому что продавалась поштучно. Дальше очень много лакомств в пачках. Пять штук деревенских лакомств и три от Триол. Первая это пикантные мини сосиски с лососем. 50 грамм. Я их еще не открывала. Они достаточно твердые. Состав тут, конечно, не очень хороший. Но иногда дать можно. Также такие. Погодите, пожалуйста. Такие пикантные мини сосиски с уткой. Мы их уже открыли. Сейчас вам покажу. Так выглядит одна сосисочка. Моей кошке они понравились. Три штучки буквально осталось. Ну, возьмите, попробуйте. Даже можно собаке дать, потому что они довольно таки жесткие. Дальше это аппетитные колбаски от Триола. Сусть с уткой. Они мне достались в подарок к миске. Я брала. Моей кошке понравилось. Она вообще все колбаски любит, мне кажется. Дальше изысканная кнопка треска с курицей и уткой. Также ей нравится. Наверное, состав не видно, потому что освещение плохое, но днем возможностей не было снимать. И еще колбаски вот такие от деревенских лакомств из курицы. Они ей тоже очень понравились. Также деревенские лакомства из колбаски из утки. Еще не открывала, но тоже мне кажется понравились. Нарезка из говядины нежная. Уже пробовали, очень нравится мне. Дальше вот такие кусочки куриные нежные. Мы еще не открывали. Состав тут, конечно, хороший. Просто куриное мясо. Ну, не знаю, мне кажется, что-то не дописывают. И вот такие ломтики ягненка нежные. Дальше это паучи. Тут есть и собачьи. Я знаю, что многие из них плохие, но, ребят, кошку побаловать как-то захотелось. Первое это Феликс Сенсейшн. Говядина в железе с томатами. Состав тут 4% мяса. Вот, но моя кошка очень любит Феликс, поэтому иногда взять, ну, я думаю, можно. Вот такой еще Феликс. Курица в железе с морковью. Гурмет перле. Мини фелеп подливи. С говядиной морковью по-новогоднему. Взяла тоже попробовать. Знаю, что состав плохой, но, ребят, у нас хороших паучей в городе не продают. Это обыкновенный гурмет перле с курицей. Дальше это шебы из телятины и языка. Знаю, что тоже плохой пауч, но это плейжа, поэтому тут 25% мяса, но как-то более-менее. И такой же паучи с курицей и кроликом. Дальше это пауч от Брит. Тут у нас кусочки из рагу с говядиной и горошком. Это премиум класса, но все равно тоже не очень хороший пауч, но нормально. Дальше это цезарь из говядины и кроликов соусы со шпинатом. Тут 25% мяса. Иногда собачкам дать можно. Дальше это у нас цезарь с огненком и овощами. Вот отсвечивает. Ну вот. Вот так вот более-менее видно. И вот такой вот из говядины с овощами. Забыла показать такие две пачки колбасы, треска с курицей. Покупала я их сама, мои кошки понравились. Дальше это вот такой гурмет Голд с уткой, морковью и шпинатом. Тоже плохой, но иногда можно. Я думаю, первый раз я ей беру. Не знаю, понравится или нет. Позже, конечно, скажу. Дальше такая колбаска петельный тип бит с телятиной. Я нарезаю, и моей кошке нравится. Дальше это вот такие в какой-то степени уходовые вещи. И так же вот это. Бум. Первое это какие-то пивные дрожжи с чесноком. Мне их дали в подарок, не знаю. Они как обычные. Таблетки сейчас. Вот такие. От фирмы Зоумир. Что-то они мне не особо внушают доверие. Напишите в комментариях, если кто-то пробовал. Дальше это бриллиантовые глазки. Думаю, все знают, это для глаз. Я капаю бонни. То есть, моему щенку. Ну, нормально. Далее это от Эпи Сан. Да, на стоп он. Это от Блох. Для кошек. Ну, не знаю, нормальный. Так выглядит одна пипеточка. Вот. Купила опять вот такие витаминки Доктор Зоум. Они я купила в фикс прайсе. Ай-яй-яй. Вот так вот выглядит пакетик с этими витаминками. И последнее это от Клини-пасты для вывода шерсти. Она вот такая малютка. Нормальная. Мне нравится. Можно брать своим кошкам. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, так как мне очень приятно. И новое видео уже довольно-таки скоро выйдет. Но он будет не на Петти-мачеку, а на тематику раскраски антистресс. Как только наберется пять пальчиков вверх, я сниму это видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok